С начала режима самоизоляции в Казанском федеральном университете и его филиалах в Елабыге и Набережных Челнах раздали 31 924 продуктовых набора. Часть продуктов была закуплена за счет ресурсов университета, часть благодаря спонсорской поддержке. Раздача продуктов преследовала как минимум две цели – материальной поддержки и минимизации риска заражения, связанного с выходом из общежития. В магазине деревни Универсиады цена на товары личной гигиены была снижена на 50%. На сегодняшний день мы еженедельно раздаем продуктовые наборы нашим обучающимся. Причем это не только продуктовые наборы, это и средства личной гигиены, и все, что необходимо человеку для жизни. По поручению ректора в общежитии АТ-лице КФУ создан дневной стационар для студентов с простудными заболеваниями. При необходимости он может разместить 64 человека. Кроме того, в санатории и профилактории медико-санитарной части подготовлено еще 63 койко-места. Также временно перепрофилируется учебное здание КФУ на Волково, 18. В помещении развернуто стационарное отделение на 29 коек. КФУ пока единственный вуз в России, организовавший для изолированных питания и постоянное медицинское наблюдение. Они там находятся под постоянным круглосуточным медицинским наблюдением. Для них организовано трехразовое питание. То есть мы их кормим, мы за ними смотрим, наблюдаем. И поэтому говорю еще раз, что максимально прикладываем усилия для того, чтобы именно уберечь всех наших детей, проживающих на территории деревни Урсиады, на территории Студгородка, от данного заболевания. Как только мы выясняем, что человек приезжал в скорую помощь или плохо себя чувствует, мы по большому счету сразу, не дожидаясь каких-то анализов, подтверждения ковид, не подтверждения ковид, значения не имеем. Мы помещаем на территорию своего Оренбургского тракта и стараемся там наблюдать, смотреть за дальнейшим, как будет развиваться его болезнь. Также ректорат во главе с Альшатом Гафуровым собрал около миллиона рублей, чтобы финансово поддержать особо нуждающихся студентов в непростой для них период. Эти средства будут направлены студенческим самоуправлением для распределения по нуждающимся в помощи студентам. Кроме того, ВУЗ активно включился в обеспечение студентов рабочими местами. Ректор Кафуиль Шадгафуров распорядился в кратчайшие сроки предоставить на рассмотрение программу по трудоустройству студентов, которая в перспективе должна стать не временным, а регулярным проектом. Подробный сюжет об этом вы увидите далее. Камиль Гимаздинов, Универньюз.